Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я надеюсь, что самые активные из вас уже успели засыровялить чириза, показанную вот в этом ролике. Радуйтесь, сегодня покажу, как ее можно использовать. Для рецепта совершенно необязательно искать свежие мои продукты, хотя с ними все будет, конечно, вкуснее. Я тут умудрился простыть, не удивляйтесь голосу. Блюдо испанское называется Sarténada. Sartén в переводе с испанского сковорода, то есть самое близкое, что я по смыслу смог придумать на русский, это сковородница. Короче, сегодня у нас Sarténada de Mariscos con chiriza, то есть сковородница из морепродуктов с чириза. Понадобятся кальмары, ракушки, я взял венерки, они на испанском называются альмехос, креветки, это сырые, не обращайте внимание на цвет, порода такая, еще чириза сыровяленая, в идеальном варианте подкопченая, красный перец, рис, петрушка. Ну и соль, перец, оливка, масло понятно, а начну я с чистки всего. Кальмары совсем мелкие и свежие, поэтому шкуру с них снимать не буду, она дополнительного вкуса добавит. А вот внутренность удалю и весь полиэтилен или что у них там тоже вытащу. С клетками тоже все просто, голову оторвать, панцири убрать, оставив последнюю фалангу с хвостиком. Кишки удалить и кальмаров нарезать кольцами. Чериза также. Ну и перец нарубить кубиком. Вот вся подготовка. Ну, можно приступать. В сковороду оливковое масло, а в масло колбасу. Помните, я говорил, что чириза настолько богата пряностями, что чаще используется как приправа, а не как, собственно, колбаса? Вот это тот самый случай. Сейчас все вкусы и ароматы идут в масло. Пора, пожалуй, колбасу вынуть. Пусть пока полежит в сторонке. А в это ароматное масло отправляется рис. Пусть впитывает в себя все вкусы и ароматы. Отлично. Теперь сюда идет перец и кальмары. И перемешать. И вода. Сразу можно посолить и добавить перца. При кипении ниже среднего готовлю минут 13-15. Тут расчет простой. Всего этому рису нужно минут 20 до готовности. 2-3 минутки он у меня уже обжаривался. Плюс 13-15 минут поварится. И затем я еще креветок с ракушками, с альмехасами добавлю. Еще 2-3 минутки поготовлю. Вот 20 минут набирается. Перерыв. 13 минут прошло. Добавлю креветок и моллюсков. И колбасу обратно верну. Перемешать. И под крышкой еще минуты 2-3. Что касается моллюсков. Наверняка знаете, но все-таки повторю. Если используете свежих, то надо отобрать живых. Перебираете их. И все открытые раковины, не закрывающиеся, выбрасываете. После чего готовите. Все те, которые открылись, живые. Те, которые остались закрытыми, таки мертвые, их удаляете. Вот так вот. Все просто. Пока. Рубли петрушки. Готово. Можно пробовать. Так, а начну я, наверное, с кусочка чай-риза, риса, маленького кусочка кальмара и креветки. Так. Это очень необычное сочетание. Необычное для человека, который не пробовал раньше чай-риза. Но это очень интересно. Вот это вот манера на Средиземке. Мидии подавать прямо вот в этих самых ракушках. Она, конечно, красива, эффектна. Но есть не очень удобно. Ну и черт бы с ним. Конечно, немножко свинская еда. Но это вкусно. Ой. Я должен еще это взять. Горячо. За счет чай-риза остро, ярко, классно. Очень действительно репродуктово. Короче, это классно. Так что попробуйте приготовить такую штуку с чай-риза. Я думаю, вам понравится. Спасибо большое за компанию. Напоминаю, что по промокоду фреско, где он у меня, отложенный, вы можете получить вот такой классный Самура Мови Хай Карбон с очень приятной скидкой. Ну и другие ножи Самура. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok